всем привет сегодня отличная погода решил прогуляться прихватил с собой штатив вчера пришел микрофон и просто хочется его проверить ну то есть не хочется пилить очередной обзор обзоров этих на ютюбе дофига то есть канал не про это но просто хотелось проверить как это работает потому что плюс этого микрофона этой камеры в том что как бы ты можешь выставить камеру включить их актив трек ходить и она за тобой следит то есть но это классно в плане ты можешь как ну сейчас будет лето поинтереснее можно выставить какой-то пейзаж перемещаться то есть камера будет стоять на отдалении микрофон у тебя записывать так что вот но суть то в чем думать чтоб все равно ролик не пустой получился чтобы может хоть какая-то ценность была там и не знаю может трейлер потом получится с него нарезать то есть для кого этот канал про что он то есть как бы но этот канал на самом деле наверное это мой внутренний ребенок то есть у нас у каждого есть какие-то в душе вещи которые иногда ну не знаю как это назвать правильно то слово все время его забываю в общем не суть как бы о том когда ты мысли свои гоняешь о чем-то думаешь может быть их сюда выплескивать вот ну канал собственно говоря я стал отталкиваться что и ну то есть вообще очень часто думаешь что ты в жизни хочешь что тебе интересно и то есть как бы вот этот канал наверное я стал думать о чем и в принципе мне интересны книги и наверное как бы хочется этот канал создать вокруг наверное книг чтения там спорта может какой-то лайф там записывать иногда да там из жизни вот поэтому как бы как урон баффет говорил да свое время просто мне вот эта фраза тоже запала не ищите про работу он говорил то есть не ищите зарплату ищите призвание то есть он говорит что жизнь вас может вынудить работать за зарплату что в принципе 90 процентов случаев так и происходит но то есть это в конечном счете даже если будешь большие деньги получать но работать и не интересно тебе на самом деле это все равно бы но по большому счету потом наскучит и поэтому как бы вот мне интересны книги еще наверное мне интересны продажи на то есть как бы я вот это давно заметил то есть как бы у меня работа с этим не связано но я на досках объявления там занимаюсь и книги продаю еще там всякую фигню и то есть но мне это интересно то есть общаться с клиентами как бы причем я наверно не очень общительный на большую аудиторию то есть больше трех человек если незнакомая компания вряд ли буду разговаривать буду наверно молчать и слушать то есть как бы я могу в большой компании общаться если те люди как которых я очень хорошо знаю интроверт в общем вот ну как бы то есть многих я читал что проблема там перед камерой общаться у меня с этим вообще не абсолютно никакой проблемы нету мне это наоборот комфортно то есть ты выбрал локацию где никого нету ну то есть ну в данном случае да то есть поставил камеру и записывает что хочешь вот ну собственно говоря в общем про канал я хотел поговорить то есть как бы что мне все-таки хотелось бы на от него получить то есть да то есть мне интересны книги и наверное хотелось бы вокруг этого но кому это интересно собрать какую-то аудиторию то есть да там можно делиться в комментариях мыслями советы по книжкам какие-то дать да то есть в данном случае чем интернет вот классный и чем плохой да что находясь даже за тысячу километров там за несколько тысяч километров от людей которые тебе интересны но они присутствуют в интернете да ты можешь подписаться там на его youtube канал telegram канал и следить за его мыслями да то есть но то есть но разум конечно все равно надо держать в чистоте если брать интернет что потому что столько времени конечно идет борьба за внимание мы очень много проводим интернете я как бы считаю что если взять моих знакомых и коллег я меньше времени провожу но тем не менее там да у меня на андроиде телефоны есть там такая такое приложение здоровья если блин туда кликну все равно два три часа в день ты в телефоне проводишь то есть понятно два три часа в день это у меня не youtube то есть но все равно какие-то приложения youtube в том числе особенно сейчас вот эти шорсты короткие видео нет нет что-то кликнешь за этим тянется второе видео третье и то есть ты там количество часов день можешь оставить очень большое вот но собственно наверное все как бы ну то есть задачи сегодня у ролика какой-то особой не было думаю чем микро про микрофон рассказывать поэтому от решил прыгал поговорить все таки для чего этот канал как бы для кого поэтому ну и чем интересное youtube то есть да ты получаешь фидбэк то есть если у тебя уже набралась аудитория то есть ты можешь поговорить и получить ну как бы комментарии какие-то да это очень ценно на самом деле и вот многие кстати ютуберы тоже выгорают то есть когда у них прет они получают вот этот обратную связь им хочется творить да то есть а бывает что но обратной связи нету и у тебя как бы но ты не получаешь ты вроде что-то делаешь обратной связи нету и многие на этом моменте стопорятся и как бы выгорают поэтому да как бы я считаю что это все-таки все равно классная штука youtube но сейчас все равно игру все постоянно развивается да то есть сейчас на самом деле мне кажется youtube все равно вытесняют не вытесняют он никуда не денется но стриминговую стриминговой платформы типа твича да там связь со зрителем еще более короткая да то есть ты сидишь как бы перед монитором тебе пишут ты можешь в моменте прям сразу отвечать да то есть как бы комментарии ты можешь подумать ответить я еще вот когда-то какое-то первое видео делал то есть я раньше посты публиковал на стене вконтакте но сейчас перестал то есть на youtube хочется перебраться в плане того что мне комфортнее текста писать в каком плане что ты можешь подумать да как бы подумать в мысль несколько минут погонять и написать ее более грамотно а когда ты пишешь видео и плюс если ты монтажом не занимаешься в данном случае ни один свой ролик толком не монтировал как бы ты можешь споткнуться и я себя вот на этом ловил это кстати такая такая приятная штука то есть вот у меня есть несколько роликов да и то есть как бы это в моменте пишешь но бывает что заговариваешься я вот когда смотрю бывает что там но как бы были моменты где хотел но вообще хотел сказать а не сказал подумал но не сказал то есть как бы и такой сумбурный из-за этого ну ролик получается вот но наверно буду завязывать как бы сейчас завтра сейчас просто был кстати в это больничный отпуск меня вообще кайфовал вот благо я гружу маленьком городе у меня он выходишь и до леса будет буквально не знаю видно не видно но тут красота офигенная то есть вот я потратил пять минут то есть взял штатив камеру и пошел как бы и то есть я вот сейчас эти две недели что находился в отпуске я примут каждый день по часу два гулял то есть рюкзак одевал все как бы чай не брал зима чтоб губы не обветривать наверное а сейчас лето с удовольствием можно тормозочек с собой взять и пойти так что вот начал опять бегать я до пробег на канале написано что он пробег на у меня сейчас был несколько месяцев перерыв как бы просто я живу целями на самом деле и когда ее достигаю мне это становится уже как бы ну не очень интересно да то есть ну я такие глобальные цели наверно в этой жизни до последние пять лет ну такие у меня были три не знаю там стоит просто рассказывать игры хотел там сумму денег определенную накопить на три года на это потратил и накопил вот как накопил меня обрезала то есть как бы я живу в кайф да то есть там не нравится что-то я вот но я неприхотлив но то что мне нравится я покупаю делаю там сына балую как бы там потом меня была цель там 60 книг я говорю хотел но тоже рассказывал ролик вот был и была у меня цель марафон то есть надо понимать я не бегун просто я большую массу набрал для своего роста то есть я говорю был у меня ролик про это но в общем вот при росте 170 я стал весить 82 килограмма как бы ну и решила что делать то как бы но либо бег либо плавание для себя но это выбрал как бы хотя как бы да еще наверно велосипед хорошо велосипед и лыжи но велосипед и лыжи это только лето поэтому я избрал для себя с бассейном у нас тут фигово бассейн закрылся и остался только бег и вот я с нуля как бы это самое готовился и вот за год я по-моему начал бегать 22 по моему 22 или 24 апреля я начал бегать 22 года а в апреле в конце апреля 23 вот в сочи ездил марафон 42 километра пробежал как бы и тут не за зиму все равно несколько раз выбирался ну блин прямо удовольствие бегать но что-то говорю то есть цель достиг и все равно уже но драйва такого нету решил что в соревнованиях больше участвовать не буду хотя зарекаться не буду то есть как бы ну как соревнования то есть как бы он марафоны там да тоже можно оплачивать бегать там выбираешь дистанцию к которой те комфортно 10 там 21 полу марафон марафон но для меня на самом деле я понял что он комфортно дистанция 10 километров то есть 456 километров но для меня мало вот я только-только чуть-чуть спотею то есть как бы ну наверное не очень вот десятка в самый раз и притом десятка она бежится то там блин не знаю сколько там полчаса там 40 минут на 40 минут ближе к 40 там не спишь но таким темпом не очень резвым так что вот а сейчас я говорю все как бы весна начинается настроение классное потому что северо-западе мы живем все-таки мне кажется ну на северо-западе на севере люди более депрессивные потому что но много темноты в году больно то есть как бы солнышко не хватает и как бы ну мне кажется все-таки на юге народ повеселее и вот сейчас как солнце выходит прям вообще столько хочется всего сделать и блин думаешь сколько времени потерял потому что ну зимой очень часто ленишься прям очень часто но хотя я себя заставляю то есть у меня ну надо понимать у меня нет такого же 5 сегодня нифига не делал то есть у меня есть планы на день то есть календарь и я вот с вечера ложусь я всегда делаю что я должен сделать ну то есть не всегда на сто процентов выполняю на на 70 80 процентов иногда на сто процентов ну как бы но план на день должен быть потому что если плана на день нету потому что просто проваляться блин если у выходной в плане того что да как бы ребенка только в школу отвел и потом весь день лежать тупить телек смотреть ну так себе затея как бы поэтому все равно что пытаешься делать и вот ногу youtube это вот сейчас в плане того что времени все равно становится чуть-чуть побольше сын подрастает то есть ну все равно каждый день занимаешься на секцию секции его отвозишь раньше все равно то есть как бы еще больше времени требовал то есть да то сейчас он может сам там откуда-то прийти куда-то сходить то есть да как бы раньше все равно ты его отводила сейчас уже все то есть как бы там на секцию секция он может сходить прийти сам то есть это уже тебе время экономит так что такие дела но наверно ролик буду завязывать сейчас еще раз хочу посмотреть ну да камера отрабатывает шевелится следит вот так что в общем будут интересные идеи книги сейчас игру другими делами чуть занимался но книгу в неделю стараюсь все равно читать сейчас и в последнее время кстати раньше у меня была тоже такая ерунда ну как я понял и то есть не надо в жизни тратить время на то что не интересно потому что на самом деле сейчас книг такое количество и шлака тоже очень много хватает это за последнюю неделю на самом деле две книги стал читать и по отзывам вроде неплохие но вот бывает книга она неплохая вроде по сути но каким-то таким текстом написано автор тяжело читать но за эту неделю две книжки брался и что-то и я понял что дочитывать не хочу а раньше у него прям спортивный интерес если я уже взялся начал читать я должен дочитать как бы ну как бы смотрел обзоры людей которые говорят не надо дочитывать неинтересную книгу и да я ну то есть вот то есть одну книгу взял вторую я понимаю то есть на книгу все равно там можешь потратить ну два дня то есть там в зависимости от объема какая книга да то есть все равно там если на странице 400 то есть но не знаю то есть можно там два вечера так по 3-4 часа ну плотно на нее потратить как бы смысл то твоя жизнь если тебе не интересно нафига и вот сейчас ну то есть книг очень много которых можно почитать и так что в ближайшее время завтра выйду на работу прикину буду выкраивать время и какие-то обзоры на книжке буду дальше продолжать делать так что если вам будет что-то интересно какие-то вопросы в комментариях обязательно пишите с большим удовольствием потому что ну я считаю то есть особенно на начальном этапе это прям очень важно я тут на больнике лежал стриму в твиче запустил и как-то так пять человек на него зашло ну то есть как бы но они письменно вопросы задавали ты отвечал это на самом деле кайф то есть когда вот такая мгновенная ну то есть связь идет то есть ну прям это классно то есть хочется делать да хочется этим заниматься так что вот ну на расчет разговорился очень много так что вот все всем пока так что ролик на на сегодня этот на youtube и залью как есть так и залью как говорю монтировать пока не монтирую так что если где-то что-то оговорился такое тоже может быть просто говорю но стал замечать вот несколько роликов что оговаривался так что вот ну ладно все всем пока